Всем привет! Меня зовут Антон Фельчер, я инженер и занимаюсь строительством рыбоводных ферм более 10 лет. Сегодня мы поговорим о том, что влияет на качество рыбы, выращенной на рыбоводной ферме. Пахнет ли рыбой из УЗВ? И первое, почему это реально важно. Можно сделать прекрасную ферму, шикарный маркетинг, предлагать рыбу во всех различных вариантах. Но если вкус и качество этой рыбы плохой, то все ваши клиенты будут одноразовые и такой бизнес обречен на провал. Кстати, чего далеко ходить? Я знаю пару случаев, когда клиенты просто пренебрегали предпродажной подготовкой, говорили, да ладно, и так нормально, все хорошо, все замечательно. В итоге они не могли себе наработать клиентскую базу, потому что клиенты покупали у них рыбу, я тоже пробовал их рыбу. К сожалению, все это было бесполезно, потому что рыба была реально невкусной. Обязательно смотрите это видео до конца, потому что вы узнаете не только 5 вариантов сделать вашу рыбу максимально качественной, но и способ, реальный лайфхак, как за 30 секунд определить, пахнет ли ваша рыба из УЗВ. Итак, разберем, что влияет на вкус рыбы. Первое, это вода, среда, в которой содержится рыба. Если рыба содержится в болоте, если рыба содержится в воде, в которой огромное количество загрязнений, то она будет иметь плохое качество и она будет реально пахнуть. Кстати, если у вас бывали ситуации, когда вы покупали рыбу, пробовали ее, она реально пахла тиной или как-то по-другому неприятно пахла, ставьте лайк этому видео и будем бороться с этой проблемой вместе. Второе, это, конечно же, корм. В принципе, вся рыба состоит из корма, которым вы ее кормите. Если вы кормите некачественными или теми кормами, которые не свойственны для этой рыбы, то, скорее всего, качество мяса такое будет очень на низком уровне. Поэтому, чтобы иметь хорошее качество рыбы, хороший вкус мяса, обязательно кормите ее качественными кормами, которые сделаны именно для этого вида рыб. Например, у меня есть знакомые, которые выпускают африканского сама на юге России на летний период в открытые водоемы. Так вот, у них изначально концепция такая, кормить эту рыбу отходами от своей основной деятельности. И реально они скармливают этому африканскому сому отходы. В принципе, все замечательно, сом растет, но на выходе получается мясо, которое при сравнении с хорошей, узвешной выращенной рыбой на качественных кормах, просто рядом в сравнении не идет. Поэтому, как бы оно дешево ни стоило, если у вас требовательные покупатели, а они сейчас каждым днем более требовательны, то, конечно же, качество вашего мяса рыбы очень важный фактор. Следующий фактор, который влияет на качество мяса рыбы, это мышечный тонус. Представьте себе, у вас застойная вода, скорость движения воды равна нулю. Скорее всего, при интенсивном кормлении рыба просто будет жиреть, и на выходе получится продукт очень низкого качества. Или противоположная ситуация, когда у вас очень быстрая скорость движения воды в бассейне, и рыба просто теряет энергию, тем самым теряет мышечную массу, и ваш расход кормов увеличивается, что невыгодно экономически. Поэтому, с одной стороны, экономика, а с другой стороны, качество мяса. Есть решение, баланс, каким образом, оптимальная скорость движения воды, таким образом, чтобы у вас рыба и не жирела, и не теряла избыточную энергию. Конечно же, скорость конкретной воды зависит от конкретного вида рыб и навески этой рыбы. Четвертое. Предпродажная подготовка. Один из основных залогов успеха – это выдержать рыбу в чистой воде, перед продажей, без кормления, в течение определенного количества времени. Например, это от 3 до 7 дней. Средние 5-6 дней – это нормальный срок, когда рыбу сажают в отдельный бассейн или переключают в существующий бассейн на проточную чистую воду и не кормят. Таким образом, у рыбы из желудка выходят полностью все, что можно, все корма, кишечник очищается, и мясо очищается от лишних привкусов. И пятое. Одна из самых хитрых фишек – это озон. Вроде бы все знают озон, им можно обеззараживать воду, но помимо обеззараживания воды, озон выполняет очень важную функцию. Он убивает геосмины, содержащиеся в воде. По сути, это элементы, отвечающие за привкус, запах и так далее. Рыба, которая содержится в УЗВ, в которой есть озон, уже заранее имеет гораздо более высокое качество мяса в плане запахов. Ее можно меньше содержать в предпродажной подготовке. Как правило, 3-4 дней для нее хватает. В отличие от другой рыбы, содержащейся без озона. А тем, кому интересно, что такое озон и как правильно его подбирать и дозировать, а это очень важно, так как озон – это опасный элемент, оставляйте заявку на нашем сайте, проходите по ссылке под этим видео, и мы вас бесплатно проконсультируем и подберем вам нужное оборудование, озонирование, которое позволит вам поддержать максимальное качество вашей рыбы. И вот мы с вами подошли к лайфхаку. Как за 30 секунд определить, хороший у вас запах и привкус у рыбы или нет. Делается все очень просто. Берете рыбу, которую вы, например, уже выдерживаете в предпродажной подготовке, и думаете, можно ли ее уже пускать в продажу или нельзя. Берете одного смертника, отрезаете у него кусочек филе, кладете на тарелку, ставите в микроволновку на 30 секунд. В микроволновке мясо подогревается, и в ней раскрываются вообще все вкусы и запахи, которые возможны. Вы просто достаете эту тарелку, нюхаете и понимаете, реально пахнет у вас еще от рыбы или рыба уже очистилась, и ее можно пускать на продажу. А, кстати, у меня были многие знакомые, я думаю, и у вас такие люди есть, у которых, например, жены умеют гораздо лучше определять, пахнет рыба или нет. То есть, когда я не чувствую вообще, думаю, что с рыбой все в порядке, я даю своей жене, и она берет и говорит, надо еще подержать. Поэтому обзаведитесь таким человеком, моя вам рекомендация, если вы хотите продавать хорошую качественную рыбу. Итак, итог. Как сделать так, чтобы качество вашей рыбы было максимально? Первое. Высокое качество воды. Второе. Хорошая качественная корма. Третье. Правильный мышечный тонус рыб. Четвертое. Предпродажная подготовка. И пятое. Это озон. Кстати, все эти пять факторов есть в системах УЗВ. И поэтому можно говорить о том, что качество рыбы в УЗВ максимальное. То есть рыба, выращенная в УЗВ, имеет прекрасное качество мяса. Поэтому рыба, правильно выращенная в УЗВ, имеет вкус, качество, тонус на 5+. С вами был Антон Пельчер. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Канал о том, как выращивать рыбу и зарабатывать на этом хорошие деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...